Минские договоренности Минские договоренности Разрез заявлениями о желании прийти к мирному урегулированию территориального вопроса В Украине идет четвертая волна частичной мобилизации И это при том, что еще 3 октября президент Украины Петр Порошенко заверял, что проводить новую волну мобилизации не будет До вершения противоречия слов и действий Петр Порошенко 6 декабря 2014 года в городе Чугуве Харьковской области Передал подразделениям вооруженных сил в Украине в зону антитеррористической операции технику и вооружение В день вооруженных сил Украины, которые впервые за годы независимости празднуют с размахом, собрались военные со всех уголков страны Танкисты говорят, прямо с праздника отправляются в зону АТО. Новыми боевыми конями довольны Так о передаче вооружения говорят украинские СМИ Всего более 100 единиц тяжелой техники, новая модернизированная, отправится на Донбасс Танки Т-64БМ «Булат», танки Т-64БВ, Т-72Б1, Т-72ЮА, Т-72А, БТР-3Е и БТР-4Е Самоходные артиллерийские установки 2С1, вертолеты Ми-8 и Ми-2 Наши войска еще только-только народжаются, но уже появилось способным противостоять наибольшей на континенте войсковой потузе, яка перла и прена Украину Адже даже когда вооруженный до зубов супротивник регулярной части в серпне в дерсе на территории Украины, он так и не смог просунуться вперед В своей пламенной речи господин Порошенко говорит о том, что зарождающееся украинское войско смогло дать отпор наибольше на континенте воинской мощи Которая, цитирую, перла и прет на Украину, имея в виду Россию, которая, по словам президента Украины, будучи вооруженной до зубов, прорвалась в августе на территорию слав страны, но так и не смогла продвинуться вперед Пожалуй, эти слова вызывают улыбку, если только за летний период более 20 раз украинские представители власти анонсировали вторжение Российской Федерации Однако каждый раз это были лишь пустые заявления, вызывающие разочарование у самих политиков Стоит заметить, что на вооружении Российской Армии стоит техника, которая вызывает почти зависть западных партнеров В одной из тематических программ мы сможем качественно разобраться в истинной мощи российских танков Проанализировать их характеристики и сделать сравнительный анализ, что даст четкое представление о том, кто является противостоянием на Донбассе оппонентам украиненности Ведь в гражданской войне принимает участие не российская армия, хотя эту мысль пытается навязать украинские СМИ А воюют жители Донбасса и других регионов Украины, которые восстали против режима и метода управления киевских политиков, захвативших власть силовым путем Вооружение и ополчение далеко не идеально На передовой зачастую использовались ПТРС и противотанковое ружье ТУЗ-41 года выпуска Но о том, чем воюет Новороссия, мы поговорим в будущем Сегодня же я предлагаю кратко проанализировать ту технику, которая была представлена в Чугуеве Танк Т-64 Булат, слабая часть у него радиатор, который магниево-алюминиевый Для того, чтобы вывести танк из строя, нужно зажечь радиатор В таком состоянии машина максимально сможет работать около полутора часов и отойти на километр Необходимо внимательно следить за НЦВТ Это крупнокалиберный надбашенный пулемет, управляемый командиром танка Калибр НЦВТ 12,7, вращается на 360 градусов, поражает цель в 40 метрах от бронемашины Если рискнуть и приблизиться к танку, нужно помнить, что безопасное расстояние – это мертвая зона Которая находится в 20-30 метрах от бронемашины На этом расстоянии танк видит в триплекс, прицел бесполезен И выпущенный снаряд не сможет достичь цели Зато именно так можно нанести танку вред Только за первые месяцы противостояния на Украине было уничтожено более 11 единиц танка Т-64 БМ Булат Как минимум 10 из них оторвало башни, остальные получили значительное повреждение корпуса Танк Т-64 БВ – это модель танка 64А, ходовая часть у него старого образца БВ означает, что на нем стоит электроника башни-прицел, управление из 80-го танка БМ и БВ практически одинаковы Чтобы устранить танк, необходимо вывести из строя радиатор, воспламенить двигатель Эффективно можно работать по башне, бить триплекс-прицелы, то есть буквально ослепленный танк практически бездействует Стоит отметить, что броня у них очень крепкая Лобовая – 44 мм, боковая – 34, задняя – 22, плюс навешана активная броня Танк Т-72 Б-1 – главный недостаток слабой электроники То есть, если выстрелить по башне, предположим, из РПГ-7, у танка может выйти из строя система наводки и система управления башней Требуется 15-20 минут для перезагрузки системы, в это время танк стоит вслепую На машине установлен НЦВТ – крупнокалиберный надбашенный пулемет, управляемый снаружи Для экипажа это минус, поскольку командир в таком случае – находка для снайпера Например, в том же Т-64 пулемет управляется изнутри Т-72 ЮА более скорострельный, но имеет те же проблемы, как и Т-72 Б-1 В целом, все 72-е уязвимы в электронике Иногда танк сам может сделать первый выстрел и выйти на время из боя, требуя перезагрузки системы Это время играет против экипажа и на руку противнику ВТР-3 и 4-й категории ВТР-4Е Буцефал Смысла нет бить по башне, уязвимая местный наводчик, находящийся в бою комплекта в нижней точке Следовательно, имеет смысл бить под башню ВТР-3Е прошивает насквозь даже крупнокалиберное оружие В лобовые и боковые части кузова Но если нужно остановить без повреждения слабой брони, например, целью использовать как машину в будущем То необходимо попадание в радиаторный отсек, на задней крышке, где расположены воздушные грибки Если радиатор вышел из строя, машина стала, начинает кипеть, ее бросают, уходят Ведь замена радиатора занимает среднему механика в минут 30 Не самое рациональное использование времени в боевой обстановке САУ, самоходная артиллерийская установка 2С1, слабо бронированная 12-мм лист, самая толстая броня, все остальное 8-9 мм, работают в основном издалека Главный вопрос рассуждения – эффективность техники в бою На него нам ответил боец Пазаным Нафаня, механик-водитель, оператор-наводчик танков и самоходных орудий Второй роты учебного центра Народного корпуса ополчения Насколько вообще эффективна эта техника в бою? Ну как эффективна? Смотря какой экипаж и как слажен, как это Вообще танки – это 10 минут боя, пока есть БК БК отстрелял или бросает от кусок металла, или вместе с ним текает А вообще жизнедеятельность этой всей техники – от 5 до 15 минут на поле боя Потом или просто текаешь на ней, потому что она пустая, без единого БК Или просто горишь у нее, потому что уже кто-то тебя угадал Насколько часто подбиваются танки украинские? Украинские танки подбиваются намного чаще, чем наши У нас в основном ребята стараются идти лоб в лоб А эти при отходе открывают бока, трансмиссию в заднюю часть То есть наши ребята ловят постоянно их на этом, что они разворачиваются и просто начинают текать То есть открывают тыло по нему работой прекрасного В танковых боях с участием трофейной украинской техники, которая уже находится на вооружении ДНР Танки Т-64 идут впереди, а танки Т-72 в основном идут на прикрытии Уже сейчас понятно, что эффективность применения танков всех моделей Будет прямо связана с уровнем подготовки экипажей и командования А он оставляет желать лучшего С 9 декабря с 9 часов утра наступила артиллерийская тишина В течение 30 дней зону антитеррористической операции должна покинуть вся тяжелая техника Артиллерия и другое вооружение Только после этого смогут начать работу представители ОБСЕ Которые контролируют вооружение, вопросы разоружения, меры укрепления доверия и безопасности И диалог по вопросам безопасности Вызывает сомнения, не откажется ли в очередной раз Украина от своих слов И не продолжит ли по старой схеме нарушать перемирие, ссылаясь на ополчение Мы, жители Донбасса, устали от войны Нам нужен мир Но остались вопросы, ответы на которые знают, пожалуй, только украинские политики Зачем? В момент, когда должен осуществляться процесс отвода техники Украинские танки отправляются на Донбасс? И долго ли продлится режим тишины? Оксана Волчонок, Вячеслав Богачук, Дмитрий Русский Новороссия ТВ, Донецк Субтитры создавал DimaTorzok